Более двух тонн предметов с содержанием металла сдали москвичи за три года через сервис вывоз ненужных вещей. Это стиральные машины, микроволновки, холодильники. Отправить на экологичную переработку можно практически всё. Как воспользоваться этой услугой, Дарья Чебукина нам сейчас расскажет в проекте «Москва. Инструкция по применению». Даша, привет! Рассказывай, куда звонить, как оформить вывоз ненужных вещей. Если вас сломалась стиральная машина, починить её уже нельзя. Остаётся только выбросить или вы хотите избавиться от старого шкафа, искать пункты приёма, огрузить и везти туда технику самим не обязательно. Столичный сервис вывоз ненужных вещей сделает всё за вас. С его помощью можно утилизировать и ванную, и железную дверь, и даже автомобиль. Сервис работает уже больше трёх лет. За это время москвичи воспользовались им более 95 тысяч раз. На переработку и экологическую утилизацию отправили 2400 тонн металла, пластика и других материалов. «Меня зовут Борис Минаев. Я хочу узнать, как вывезти старую бытовую технику из квартиры». Это рубрика «Москва. Инструкция по применению». Расскажем, покажем и научим, как пользоваться столичными сервисами. Сегодня изучаем вывоз ненужных вещей. Сейчас в нашей квартире происходит ремонт, и возникла необходимость вывоза крупногабаритной старой техники. Чтобы не заниматься этим вопросом самостоятельно, я решил воспользоваться бесплатным сервисом на мост.ру. Всего несколько минут нужно, чтобы оформить заявку на вывоз ненужных вещей. Это может быть холодильник или стиральная машина, как у Бориса, а ещё кухонный гарнитур, пианино, матрас, окно и макулатура. А зимой эко-такси может забрать новогоднюю ёлку. В сервисе 24 категории. Крупную бытовую технику и предметы из металла вывезут бесплатно. За мебель и электронику нужно заплатить, потому что их утилизировать сложнее. За раз могут вывезти неограниченное количество предметов. В этом году пока рекорд 19 вещей. Чтобы воспользоваться сервисом вывоз ненужных вещей, достаточно оставить заявку на портале мост.ру в разделе «Вывоз ненужных вещей». Выбрать оборудование, которое хотите утилизировать из списка и согласовать с оператором дату и время осуществления заявки. Если оставить заявку до 18 часов, то она может быть выполнена в тот же день. Специалисты организации и партнёра обеспечат спуск и погрузку необходимой техники. Но в большинстве случаев демонтажом необходимо озаботиться заранее. Заказать услугу может любой житель Москвы, зеленограда и тенау. Нужно только иметь учётную запись на портале мост.ру. Специалисты по вывозу помогут отключить технику от электросети. Но демонтировать встроенную, например, посудомоечные машины нужно самим. А дальше к такси отвозят ненужные вещи в пункт утилизации. Здесь сортируют, измельчают и разделяют на фракции, чтобы получить в тур сырьё. Самые популярные предметы для вывоза – это холодильники, стиральные машины, газовые и электрические плиты. Особенность вывоза газовых плит заключается в том, что их обязательно необходимо отключить от газоснабжения. Этим занимаются специализированные организации. Поэтому до приезда специалиста по вывозу жителю необходимо позаботиться о том, чтобы газовая плита была отключена. При выполнении заявки на вывоз стиральной машины также необходимо позаботиться об установке заглушки на трубу водоотведения. Итак, если вы хотите избавиться от хлама, на портале мост.ру в разделе «Вывоз ненужных вещей» необходимо подать заявку. В ней указать количество предметов, адрес, желаемую дату и время вывоза. А дальше ждите звонка от оператором, чтобы согласовать точное время, когда к вам приедут специалисты. Кстати, работают они 7 дней в неделю. Только что была погружена моя бытовая техника – холодильник и стиральная машина. Сервис был выполнен качественно и удобно для меня. Вчера была оставлена заявка на сайте, а сегодня уже было все погружено четко и необходимости в моей погрузке не было. Действительно, благодаря сервису вывоз ненужных вещей ваша старая бытовая техника получает вторую жизнь. Переработанный пластик пригоден для производства упаковки и садовой мебели. Из него еще делают тротуарную плитку и даже используют для подшива одежды и обуви. Так что тем самым мы заботимся об экологии. А это сейчас в тренде. На сегодня у меня все. Спасибо, Даша. Дарья Чебукина рассказала, где и как в Москве можно сдать ненужные вещи в нашей рубрике «Москва. Инструкция по применению». Спасибо. Спасибо.